Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видеоролике я хотел бы высказаться по поводу фильма Mortal Kombat, и да, конечно же, без спойлеров. Да, я понимаю, что фильмы это не особо моя тема, но так или иначе, фильмы я люблю смотреть, и он связан с игрой. Плюс, недавно я начал в Мартухе проводить еще больше времени, поэтому хочу обсудить данное кино вместе с вами. Сразу предупреждаю, что в данном видео я высказываю свое личное мнение, поэтому если вы вдруг будете согласны или не согласны, то пишите свое мнение в комментариях. Ну, прежде чем мы начнем, ловите промокодик на бесплатных 60 дней подписки кинопоиски HD, чтобы посмотреть и другое кино совершенно бесплатно. Кроме просмотра огромного списка фильмов, мультиков, новой лиги справедливости Азака Снайдера, кстати, вам еще дадут и доступ к сервисам от Яндекса. Поэтому, пока промокодик работает, забирай, если что, ссылку на активацию я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии под видео, и давайте начнем. Начну с того, что за фильмом про МК я немножко следил. Читал про каст актеров, о том, как происходят съемки, о том, что нам обещают и так далее. Сразу скажу, что я не ярый фанат МК, который досконально знает лоры и какие-то там мега секреты. Я, пожалуй, как и большинство, тот, который просто любит порубиться в Mortal Kombat, который знает, кто есть персонажей, знает, что такое фаталити, знает про турниры и так далее. Несмотря на все это, я не ставил мега ставки на этот фильм, я не ждал от него с чего-то мега крутого, поскольку я уже насытился своими надеждами по поводу других фильмов. И в итоге теперь всегда, когда иду на фильм, я иду с пустой головой, не ожидая ничего. Кстати, с игрой я знаком со времен Теги и, пожалуй, не играл лишь в несколько частей. И да, сори за такой футажик, фильм показывать не буду, ибо кадры будут одни и те же, сами понимаете. А так, хоть на мой скилл посмотрите вернее на его отсутствие. И что я играю Зулькана. Так вот, когда вышел фильм, я его с Настей посмотрел в первый же день, пошли на самый крайний сеанс. После работы я был рад, что фильм вообще все-таки вышел, ибо с даты релиза у него были какие-то мутки, но повезло, что в России фильм вышел раньше некоторых стран. После просмотра фильма я, если честно, не расстроился и, наверное, не обрадовался, но ясно понял, что фильм мне не особо зашел. Сразу говорю, не кидайтесь тапками, свое мнение я подробно обосную и лучше напишите свое в комментариях. Начнем с сюжета. Он получился довольно простой. В принципе, ничего другой я не ожидал от сюжета Mortal Kombat, поскольку, ибо сильного сюжета тут и не могло быть. Но проблема заключается в том, что за его событиями не очень интересно следить. Да, есть некая последовательность, мелкое понятие почему, как и зачем, но вот обычному зрителю многое будет непонятно, особенно вся мощь и значимость некоторых персонажей. К примеру, про того же Гора вообще никак не рассказали. Смотря фильм, у меня складывалось такое ощущение, что я смотрю фильм какой-то обрывистый, какой-то неполный и, знаете, будто его специально сжали, дабы успеть в хронометраж. Кстати, не один я это заметил. И, знаете, складывается ощущение, будто ты начинаешь есть бургер, а потом у тебя его под конец просто вырывают и ты такой, ну блин, ну ладно, типа, не повезло. Все персонажи получились довольно похожими, типа, как в игре. Да, может быть, у кого-то был не канон, но ты сразу понимал, кто из них кто. Меня, кстати, даже не смутила актриса на роль Мелина, довольно хорошо она смотрелась в образе. Но проблема персонажей в том, что ты не успеваешь привязаться к ним, а также узнать их поближе. И поэтому ты воспринимаешь их больше, наверное, как алкашей, дерущихся за бутылку. То есть, да, тебе прикольно посмотреть на Махач, ты знаешь, как их зовут, но тебе абсолютно все равно, какой будет исход боя. И кто кого в конечном итоге победит, ибо ты не знаешь их лор и тебе об этом не рассказали. Кстати, самые крутые персонажи это Кано и Кунглао. Кано просто держит большую часть фильма на веселье, за ним реально прикольно следить, наблюдать, ты ждешь от него какой-нибудь угар, прикол, и ты это, в принципе, получаешь. Несмотря на отсутствие металлической части башки, он капец как попал в образ. Ну а Кунглао это тот перс, который просто вышел из игры один в один. То есть, кроме попадания в образ, он нереально попал по всем движениям. То есть, смотря на действия актера, вспоминая все движения с игры, это вот просто вылитый Кунглао, это реально очень круто. Несмотря на то, что я Кунглао не особо люблю, но тут он получился, ну, просто шикарным, это сложно не признать. В самое дно получился Рейден. Мало того, что он не особо похож, и по ассоциациям ты представляешь явно другого человека на эту роль, так еще он оказывается не особо нужным персом. Он вечно куда-то сматывается, и складывается ощущение, что это просто волшебник, хотя это далеко не так. Также, если кто-то не знал, в фильме есть совершенно новый персонаж, он тут по сути целевой, на нем завязывается сюжет, и зовут его Коул Янг. И насчет него я могу сказать, что он сделан лишь для того, чтобы хоть как-то завязать сюжет, а так он крайне пустой, бессмысленный, ничего не понимающий персонаж. И если говорить по факту, он, скорее всего, высосан из пальца, так же, как его способность. Но проблема, опять же, в том, что ты никому, абсолютно никому из всех персонажей не сопереживаешь, ибо ты к ним просто не успеваешь привыкнуть. И от всего этого простой сюжет получается еще и безэмоциональный, хотя фильм эмоций, это, ну, на мой взгляд, самое главное. В принципе, у создателей были попытки сделать эмоции зрителю, а вернее фанату игры, но их было крайне мало. Помимо пасхалок на других персонажей, был заторнут прикол с одним и тем же ударом, с чистой победой, со знакомыми локациями, но кроме как, о, прикольно, я больше выжить из себя вообще не смог. Да и, в принципе, как и остальной зал. У нас, кстати, сеанс был крайне тихий, никто не визжал, не охал, то есть все равнодушно отнеслись к этому фильму. Единственное, что мне капец как было непонятно, так это решение перевести одну из легендарных фраз на русский язык, а именно «иди сюда». Я всегда отношусь нормально к локализации, даже в этом моменте она меня не особо смутила, но больше смутила само решение перевода, при том факте, что начальную часть фильма они не переводили. И диалога с Абзиро, Скорпиона оставили на их родном языке, добавив субтитры. Вот этого я вообще не понял, зачем надо было переводить ту фразу, если начальную часть фильма они просто не переводили. Оставили бы как есть, и все было бы нормально. Все, что было перечислено ранее, получилось неплохо, и не особо хорошо, это, знаете, наверное, как-то равнодушно. Но вот у фильма есть более явные проблемы. Если же оправдать сюжет, хронометраж еще как-то можно, то вот драки нет. Они получились нормальными, да, хороший экшен, кстати, хорошие спецэффекты были, несмотря на бюджет, но все нахрен убил монтаж. Любая драка это лютый сумбур, в котором ты ничего не разберешь, куча каких-то слайд-шоу разных драк. Да, видятся какие-то схожие приемы персов, но их кажется крайне мало. И складывается реальный эффект недоедания, прям глобального, хотя драки в Mortal Kombat это самое главное. И на мой взгляд, они их показали не так, как следовало бы. Да, спасибо им за фаталити, классно смотрелось, но их опять же было как-то мало, их тоже не хватило. Кстати, так же, как и времени на нескольких персонажей. Но за драки, капец как обидно, поскольку туда можно было придумать кучу всего, и апперкоты, и слоумо. Кстати, вот, пожалуй, слоумо и не хватило дракам, если согласны, то пацаны сваслоис. Ибо, знаете, проходило все крайне быстро и много кадров, а плюс, наверное, не хватило какой-то мега крутой музыки. Ну, если вы смотрели или посмотрите, вы поймете, о чем я говорю. Помимо этого, грусть у меня сложилась от того, что самые офигенные моменты показали в трейлере. Да, это редкость, когда в трейлере покажут все самое офигенное, но тут сложилось именно так. В трейлере можно посмотреть практически все фаталити, не показанные за секунду до. Если же говорить о фильме в общем, нельзя сказать, что он мега провальный, или там невероятно крутой, может быть ужасный. Он средний, нехорошо, неплохо, но без чувств точно. Это, знаете, как говорят, фильм ради фильма. Вот мне кажется, это явное описание ко всему происходящему. Фаната может зайти из-за нехватки киноадаптации по любимой вселенной, надежды на продолжение и из-за просто любви к вселенной. Но простому зрителю, возможно, и нет, ибо фильму явно не хватило раскрытия, да и просто времени на это все. Единственное, порадовали намеки на продолжение, хотя даже не намеки, а прямые заявления. И, в принципе, во второй части, я надеюсь, они прислушаются ко всей подобной критике и сделают реально что-то мега хорошее. Но пока выше 6 баллов из 10, на мой взгляд, фильм не тянет вообще. Ибо, знаете, если убрать в фильме всю любовь к франшизе, убрать имена персонажей, ну а также название, и оценить этот фильм как фильм, он явно далек от реально хорошего кино. Весь фильм можно, да и, наверное, уже многие начинают оправдывать из-за бюджета. Типа, ребятам дали шанс, они сделали для такого бюджета даже более чем хорошо. И да, я могу отчасти согласиться, но давайте посмотрим все-таки на это более глобально и по факту. Я понимаю, что это шанс, я понимаю, что была пандемия, у всех бабок типа немного, но скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь оправдывает именно вашу работу? Когда вы там опаздываете или когда-то косячите или когда-то там не выполняете норму? Я не думаю, вас либо оштрафуют, либо дадут по шапке, либо выговор и тому подобные санкции сделают, даже при этом, несмотря на какую-нибудь там пандемию или на ваши сопли. Хочу напомнить, что киноиндустрия, если что, это высокооплачиваемая сфера и там люди получают очень хорошие суммы. Да, я понимаю, что выше бюджета не прыгнуть, но на мой взгляд, честнее и правильнее все-таки оценивать фильм как фильм, а не какой-то там проект, которому что-то не додали и вы об этом просто знаете. Раньше, кстати, были не такие деньги, не такие условия работы и не такие технологии, и всегда фильм судили как фильм, классный он, не классный, понравился или не понравился. Но чем дальше мы едем, чем дальше мы живем, тем больше многие находят всякие оправдания, типа ребятам не хватило этого, им не додали и так далее, хотя они, по сути, вот эти вот отговорки, они бессмысленны, ибо дело уже сделано. Оправдывать фильм или нет, это ваше право, ровно так же, как и смотреть его или нет, но здесь я вам все-таки советую думать своей головой, так как данный фильм поделил сеть на два лагеря. Кому-то он очень понравился, а кому-то как мне. Поэтому выбор остается за вами, и если вы уже его посмотрели, обязательно поделитесь своим мнением в комментах. На этом, в принципе, все. Надеюсь, вам было интересно услышать мое мнение насчет этого кино, и если оно вам понравилось, поддержите видос лайком, подпиской, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok